Спонсор данного выпуска магазин Art Quartal Отличный магазин для начинающих и продолжающих художников Привет-привет, мои хорошие! Очень рада видеть вас на своем канале Как вы видите, у меня на столе новиночки от Art Quartal Если вам интересно, что же у меня появилось Оставайтесь со мной и смотрите это видео дальше Начнем мы свой разговор сегодня с акварельных марок Фирмы Sakura, называются они маркеры акварельные кои Маркеры кисти, то есть когда вы открываете маркер Вы видите, что его кончик имеет заостренную форму Это маркер кисть, то есть при нажатии вы регулируете толщину штриха Вы можете сделать как тонкую линию, так и более насыщенную толстую линию Все это с помощью одного маркера, очень удобно в работе Ну и конечно же маркеры кисти, они акварельные При работе в контакте с водой они отлично размываются Как вы видите, без проблем мы его размыли В палитре акварельных маркеров кои 48 цветов Я выбрала такие основные цвета для работы Но по желанию можно конечно же приобрести всю палитру и работать всеми цветами Но особенность данных маркеров в том, что они отлично смешиваются Например, если мы возьмем красный маркер Рядышком добавим желтые штрихи Как вы видите, маркеры очень насыщенные, яркие, отлично ложатся, не растекаются И в контакте с водой отлично размываются И у нас получается дополнительный оттенок оранжевый Что очень удобно, что все маркеры смешиваются И мы можем дополнительные оттенки создавать и работать Даже небольшой палитрой маркеров создавать большие работы с разными оттенками и акварельными переходами Что очень здорово В целом отличные маркеры, яркие, хорошо ложатся на бумагу Конечно же нужно работать на плотной бумаге, акварельной И создавать свои работы, как иллюстративные, так и более живописные То есть маркеры это нам сделать позволяет Следующее, что я вам покажу, это будет Pigma Brush Это капиллярная ручка Также ручка-кисть Мы увидим точно такой же кончик, как и у маркеров То есть при нажатии мы можем регулировать толщину штриха Делать как более толстую линию, так и более тонкую линию И с помощью этого создавать более живописные линии, интересные линии Только с помощью нажатия на нашу ручку Особенность данной капиллярной ручки, ручки-кисточки в том, что она не размывается водой после полного высыхания То есть если мы добавим водичку, как вы видите, она не размывается И отлично можно комбинировать данную капиллярную ручку с акварельными маркерами Либо же с акварельными карандашами Изначально мы возьмем небольшой листочек, простой карандаш И сделаем небольшой набросок Я предлагаю нарисовать голову лошади, так как ее форма не так сложна в профиль И мы отлично с ней справимся Отрисовываем небольшую букву Г Проводим диагональ Отмечаем длину морды, делим ее пополам В верхней части отмечаем ганаши В нижней объем морды и нижней губы Треугольником размечаем шею По диагонали отмечаем положение ушей То есть так схематично, быстро мы с вами обозначили голову лошади Так как предлагаю создать именно иллюстрацию Поэтому в плане анатомии углубляться не буду Делаем все схематично И такой образ лошади иллюстративный создадим Где у нас щека ганаши делим пополам Здесь у нас идет объем брови И положение глаза Примерно здесь Сделав разметку, я беру Пигму браш и начинаю Более художественно это все отрисовывать Но перед этим я забыла добавить Избрую И начнем более детально это отрисовывать С помощью нажатия на ручку Делаю местами, где более теневое место линию тоньше Где более светлое тоньше Также дополнительно я добавляю рельеф вен и мышц Отмечаем ноздрю Верхнюю и нижнюю губу Также здесь добавляю рельеф мышц На шее их много Но мы отметим самые основные Ну и гриву мы сделаем Можно сделать распущенную при желании А мы сделаем такую прическу Из множества шишечек Добавить избрую Ну и там уже намек на седло Дали намек на заборчик И убираем лишние карандашные линии Я делаю это клячкой Потому что это быстро И не остается никакого мусора Также бумага не повреждается Теперь начинаем работать чеснок С охристого цвета И полностью им закрою лошадь Местами оставлю только светлые блики Коричневым маркером Сразу добавлю теневые места И начинаем это все Аккуратно размывать водой Как вы видите Размывается отлично Получаются плавные переходы Ни следа от штриха Маркера нет Пока лошадь подсыхает Можно сделать немного фона Взять голубой маркер И наштриховать вокруг лошади пространство Чтобы она не была пустой Как вы видите Главное отличие Акварельных маркеров От акварельных карандашей Тем, что маркеры Быстрее закрывают пространство Изначально ими Работать просто быстрее То, что в них больше пигмента Они закрывают штрихом Больше пространства В отличие от акварельных карандашей Размываем фон Как вы видите Пигма браш не размывается водой И не препятствует работе Можно взять немного желтого маркера И добавить теплоты на лошадку Темно-синим маркером Можно оформить сброю Добавить цвета на седло И опять же размыть кистью Коричневым маркером можно усилить Теневые места на лошади При этом не размывать их водой А оставить именно эффект маркера Так как мы можем Собмещать эффект акварели с маркером Тоже получаются интересные иллюстрации Линером Закрою глаз Оставлю блик коричневый И местами можно какие-то нюансики Дорисовать уже Черным цветом Как я и сказала Маркеры отлично смешиваются У меня в наборе нет зеленого цвета Поэтому я намек на дальнюю зелень Сделаю замесом двумя маркерами Основной цвет положу желтый Опять же видно Как быстро маркер справляется Быстро очень закрывает поверхность Намного быстрее акварельного карандаша И синим местами Добавлю штриховки Только немного Для того, чтобы это размыть И у меня получился эффект Зеленой травы Зеленой зелени Вдали забора Отлично маркеры перемешиваются И получается зеленый оттенок Как вы видите Акварельными маркерами Работать быстро Просто Можно еще немножко Голубым цветом Добавить пигмента На небо Местами И сделать, например Намек на какие-то облака Удальник деревьев Добавим намекные веточки Легкими-легкими линиями Так как маркер нам позволяет Их добавлять И такая быстрая иллюстрация У нас получилась Как вы видите Акварельными маркерами Можно работать быстро И получаются Интересные работы Которые можно Делать Не только дома Но и на пленэрах Например Делать более подробные проработки Очень данными маркерами удобно Если вам понравилась данная иллюстрация Поставьте лайк И мы идем дальше Далее мы с вами рассмотрим Акварельные карандаши Фирмы Дервент Отличные акварельные карандашики У меня появился набор Из 12 цветов И видео о том Что такое акварельные карандаши Как ими работать Я ссылочку на данное видео Оставлю в описании К данному ролику И конечно же При желании Вы можете найти Плейлист на моем канале Рисуем акварельными карандашами И вместе со мной Порисовать ими Так как скоро Хэллоуин Я с помощью данной Пигма Браш И акварельными карандашиками Дервент Создала такую иллюстрацию Которую можно повторить Вместе со мной И подарить своим Знакомым Либо родным На Хэллоуин Делать им приятное По-моему Очень интересный Такой рисунок Получился Поэтому Завтра заходите на мой канал И рисуйте вместе со мной Даже по этому рисунку Вы видите Что акварельные карандаши Яркие Насыщенные Хорошо размываются И ими очень легко работать Тензик к данным карандашам Акварельным нет Совершенно У них Достойная древесина Яркий пигмент Но единственное Эти карандаши Используются Исключительно Как акварельные карандаши То есть Использовать их Как просто цветные карандаши Не получится Так как они Не очень хорошо Ложатся на бумагу То есть они не полностью Ее перекрывают То есть Исключительно Как цветные карандаши Их использовать Не получится Но именно Как акварельные карандаши Они отлично Справляются Со своей задачей И ими можно Создать достойную Картину Иллюстрацию Поэтому Если вы выбираете Акварельные карандаши Тоже как вариант Можно рассматривать Очень легко Размываются При размытии Как вы видите Цвет становится ярче То есть Пигмент Раскрывается Становится Насыщеннее Чем в карандаше Это очень хорошо видно При размытии Так происходит Не со всеми Акварельными карандашами То есть Обычно Акварельный карандаш При размытии Становится наоборот Тускнее Более светлым Здесь же наоборот Пигмент раскрывается И цвет становится ярче Именно при размытии Это нужно учитывать В работе То есть Здесь не нужно Наносить много Акварельного карандаша Достаточно экономичный Он в том плане Что при размытии Пигмент становится Намного Намного ярче Это большой плюс Данным акварельным карандашам Поэтому данными Карандашами Как и акварельными маркерами Я осталась довольна Буду работать Ими с удовольствием Это все мои новинки От арт квартала И конечно же У меня Объявление Для моих подписчиков По промокоду ART10 Вы сможете Получить скидку На покупку В интернет Магазине Арт квартал 10% На любые товары До 31 октября Вы можете сделать покупку И получить По этому промокоду ART10 Скидку 10% И спешу вам сообщить Что в инстаграме Стартовал конкурс От арт квартала Где с помощью материалов Дервент Либо Сакура Вы можете создать Свою работу Выставить И получить приз Подробности о конкурсе Вы найдете В описании К данному видео 24 октября Уже Можно будет узнать Результаты И увидеть победителя И на этом все Будем заканчивать Наконец данное видео Спасибо, что досмотрели До конца Надеюсь, оно было Для вас интересным И полезным Если так То обязательно поставьте Палец вверх И напишите комментарий Под видео Чтобы я увидела Его прочитала И конечно же С вами пообщалась На этом пока До новых встреч Помните, что рисовать Может каждый Пока-пока-пока